Али Магомедов и тайная комната, часть вторая. Ну, часть треть. Мы пришли снять пару техник с Али Магомедом, но не получилось. Ой, второй день уже. Итак, ребята, мы разобрали с вами, как оказаться в карте. Мы знаем, как делать булгар. Я разобрал, как работать, когда человек стоит на своих двух ногах. Но есть у нас еще две позиции. Это позиция, когда человек стоит на одном из колен. И позиция, когда человек стоит на обеих своих коленах. Ну, давайте сразу пройдем. Я пытаюсь объяснить, что в целом человек, который сидит на коленях, это человек, который вообще пытается работать в джиу-джитсу без своих ног. То есть это человек, который плохо знает джиу-джитсу. Джиу-джитс это работает с тремя конечностью. Как ты работаешь снизу, как я объяснял, так же, когда ты работаешь сверху. Соответственно, человек, который сидит на коленях и строит из себя хорошего борца, это, честно говоря, в моем понимании, это человек, который не умеет бороться нормально. Да, он может быть крепкий, он может быть сильный, я не знаю. Чаще всего это тяжеловесы, которым просто не хватает ловкости и физических возможностей, чтобы нормально позиционировать себя стоя, чтобы нормально работать гард. Как можете посмотреть, они практически никогда не любят работать гард. Не потому, что они просто другую технику, а тоже просто физически не могут ее исполнять. Они вынуждены основную часть своей работы выполнять руками. То есть у них там супер прокаченные плечи, руки, но бороться они толком не умеют, потому что они просто не подключают ноги. Если таких же тяжеловесов брать, просто таких как, ну, буча-эча, ля-дро-ло, вы увидите, что они всегда работают всеми четырьмя конечностями и всем своим телом. Это всегда гораздо более продуктивно, чем если просто одними сильными руками работать. Потому что когда сила ваших рук истянет, вы начнете проигрывать. Соответственно, к чему я это? Когда ты сидишь на коленях, ну, я уязвим. Во-первых, он может закрыть гард просто. И все. На этом схватка, по сути, уже заканчивается. Вас здесь разберут. Потом, раз он может закрыть гард, он может взять обе руки. Уже ни о каких проходах гарда речи не будет идти. Вы будете фактически полностью зависеть от того, что предлагает вам соперник. А зависеть от соперника – это не к победе, ребят. Вы сразу должны это понимать, что вряд ли он будет навязывать вам техники, в которых вы будете побеждать, понимаете? Он будет вам навязывать свою игру, и она вам не понравится. Соответственно, я располагаюсь всегда вот так. Как бы меня не затягивали, вот ниже этого положения я никогда не сяду. То есть, да, я во время схватки на ACB попал в закрытый гард, потому что меня посадили на колени, но я не люблю отговорки искать или однаждаться. Но, да, у меня действительно болело колено, я не знал, как себя расположить, попал на колени. Но то, что я говорю, работает. Я попал на колени в закрытый гард, я моментально проиграл. Меня слепанули, вышли за спину и выиграли. Это, когда вы хотите проиграть, идеальный способ. Садиться на колени, попадает в закрытый гард, человек. Соответственно, в идеале я никогда не стараюсь не сесть на колени, я стараюсь как минимум располагаться вот так. И руку всегда держать подальше. Я никаких проблем не испытываю, когда контролируют мою правую руку. Но вот если контролируют мою ведущую руку, за счет которой я вот эти все проходы свои, которые я объяснял, что мой любимый проход, который все время работает, если моя рука длина, он не работает. Соответственно, я не могу делать свой любимый проход, и мне здесь придется мучиться, работать, а это то, что нужно моему сопернику, чтобы я мучился, работал, уставал, и он меня выигрывал. Соответственно, я не хочу прям как концепцию брать. Я могу вам рассказать, как выигрывать человека, который сидит на коленях, но я никогда вам не предлагаю садиться на колени. То есть, если вы боретесь, вы располагаетесь сверху, никогда вот так не садитесь. Это уязвимо, вы будете проигрывать. Вы всегда должны работать вот так. Теперь, переходя к техникам, которые я хотел рассказать, я просто хотел объяснить, почему важно стоять на одном колене. Во-первых, вы всегда можете встать, вы всегда можете быть динамичными, и вы всегда прячете левую руку, и можете ей работать, начинать проход ганга. На коленях всего этого вы не можете, вы уже напрямую зависите от того, что вам предлагает соперник. Соответственно, вот я прыгнул сюда, попал сюда, взял, попал сюда. Как я и сказал, в моем понимании, наш соперник должен располагаться вот так. Потому что если он на коленях, ну, уже вообще, это, ну, как бы, это будет легко. Реальная ситуация, это вот когда мы здесь, и вот здесь что делать? Во-первых, все та же самая концепция по контролю, по маневренности, по защитным действиям. Он хватает нашу ногу, по вот этим, ничего не меняется. Все то же самое, что мы работали. Защита, постоянная вот эта работа, постоянная вот эта. То есть, он хватает, моментально делать. Вообще даже не думайте, по наителю сразу, он хватает, сразу ходит сюда. Об этом даже не задумайтесь, всегда вы должны это делать, тогда соперник не сможет, по крайней мере, начинать навязывать вам проходы. Вот он меня схватил, он может еще не проходить, но он уже будет думать, ага, я схватил, хорошо, следующее действие, надо встать, надо проходить. Зачем я допускать такие быстрого соперника, если я могу сразу сбить его, схватить и все, начать контролировать. В целом, ну, есть, можно сказать, знаете, давайте не будем рассматривать ситуацию с работой вот так. Ситуация с работой вот так подразумевает, что вы пока вынуждены здесь работать, пока не доберетесь до захвата руки. И, пожалуйста, всегда старайтесь, вот просто так за рукой не тянуться, потому что вы не дотянетесь. Всегда старайтесь через вот это движение, нога в спайдер-гарде хватать. Ну, я всегда так делаю, то есть, я всегда хватаю, я укажу сюда, и после этого я хватаю. Но это не всегда работает так, то есть, он может хватать, я сделал, он видит, что я тянусь, он прячет. В нормальной истории сразу возвращается сюда. То есть, он делает, я делаю, я иду, он не дает, отлично, все, возвращаемся сюда. Нормальная история, рано или поздно вы все равно, если вы в этой концепции работаете, он все равно замерзнется, или он проигнорирует это, или забудет это. Рано или поздно, все равно, его рука окажется в наших руках. И вот теперь начинается самое интересное. Здесь вся та же самая концепция, мы не даем ему хватать этой рукой ногу, он хватает, сразу срываем, да все время ее прячем. Вот даже не думайте, все время наша рука тянет, он тянется, срываем. Он тянется, тянется, заставляем его думать, что он дотянется, только он доходит, срываем. Старается срывать именно тот вариант, а вот он только начинает улучшать захват. Он выполнил всю работу, он потратил всей силы, но результата не добился. Это то, что вам надо, и это очень сильно деморализует соперника. А если мы можем вывести нашего соперника на эмоциональность, мы можем им манипулировать и уже выигрывать. Вы это делаете, это ладокол equals. Это наша работа. Он подойдет, вы срываете, вы срываете, вы фотографируете, срываете. Его это бесит. Он тратит силу, он старается, он у нее не получается. Он тратит силу, он старается, у нее не получается. Это то, что вам нужно, чтобы человек бесился, злился, совершал ошибки. Понимаете, тут хладнокровие и практика. Просто работать правильно, не делать лишнего. Понимаешь, здесь просто простая методика, по которой мы работаем, обрабатываем соперника, утомляем его, злим его, и тогда он становится для нас легкой добычей. По свипам у нас тут как минимум два свипа, которых я хочу показать, и одна атака. А, во-первых, если вы хотите работать за КТГ, то вы попали сюда. Вы понимаете, что вы хотите работать за КТГ, он нам дает способ заставить человека сесть на колени, взять его за КТГ. И также, как я и говорил, эта нога еще защищает. Вот он прячет руку, да, условно? Нет, нет, просто он прячет руку, я не могу спросить. Здесь нет никакого треугольника, поскольку нога также работает как защитная функция у треугольника. Как убрать эту ногу, чтобы закинуть треугольник? То есть сейчас мы рассмотрим ряд атак. Как я сказал, что здесь особо защитная функция выполнять на боскопчик сидит. Он как бы ждет, смотрит, что ему делать. Соответственно, первая атака здесь очень простая. Мы тянем его к себе и тащим от себя. То же самое, что мы делали, по сути, когда, помните, пытались сделать все ножницы, он защищался, мы контролили его защиту. Очень часто бывает, на самом деле, что вот, сначала он сидит здесь, но очень часто бывает, он как-то то двигается назад, то двигается вперед. Вы должны уметь чувствовать соперника и чувствовать, куда его центр тяжести стремится. Если вы умеете чувствовать, куда стремится его центр тяжести, вы знаете, в каком направлении лучше работать с ним. То есть, противоход, конечно, это не лучше работать, но много сил поджать себе. Гораздо легче, если человек туда есть, он стремится туда. А как я люблю делать от себя? Я как будто вот тяну к себе, он начинает отстаряться. Отлично, я вам то, что мне нужно. Опять, есть свит, делают мои руки. Я тяну к себе, он оставляется, я толкаю, и он проваливается. Понимаете? Первый свит. Понятие ли мне, как его назвать, ребят? Вы открыты к этому в комментариях. Пожалуйста, сами развлекайтесь, предлагайте. Рассмотрим идеальные названия. Мы здесь вытянем, идем сюда. Здесь никогда не вставайте вот так, ребят, потому что всегда это будет их знак, он возьмет андерфук, да, и вот. И все, если поймет вас обратно, он уже ваш гад. Мало того, что он свит снова возьмет, так непонятно, в каком гарде вы окажетесь, и, возможно, он вас сразу пройдет. Поэтому я советую делать следующее. Понятно, что если это супертяжелый соперник, я его сипомол, да, неважно в какой гад, я его сипомол, два балла уже буду бороться, выживать. Но если все суперидеально, вы доминируете над соперником, я советую делать следующее. Мы здесь натягиваем, сипомол, и прежде чем я встал, я достаю эту ногу, ставлю ее сюда, вниз лазься. Натягиваем, сипомол, и прежде чем я встал, я достаю эту ногу, ставлю ее сюда, вниз лазься. Но, опять же, я сказал, что это не всегда будет так, когда складка проходит очень тяжело и кропотливо, и нет возможности так, ну, так расслабно работать, работаете как получается, свип, он все равно, он и вам фрик, и свип вам дадут 2 балла, если получается вытащить ногу, чтобы минимизировать риски обратного действия, вытаскивайте, чтобы вытащить ее, вы должны не вставать на левую колену, объясняю, мы здесь, мы сделали, ну, сейчас, смотрите, сейчас я плохо подлетел свип, поэтому, мы тянем, он стремится назад, отлично, на его месте он падает, я лежу на левом бедре, то есть, если я сюда встану, все это не работает, я здесь, и достаю правую ногу, особенно я держу ему руку, как бы он своей ногой не пытался меня схватить, смотрите, самое главное, вот это пространство, оно свободное, и он не может его закрыть, поскольку я его руку держу, видите, и здесь я спокойно расколесую ногу, стоит, как бы он здесь располагался, у него руки абсолютно не удел, просто идем в колену, голенью через его голень, не идите сюда, пойдите голень по голень, уйдите, вес на нем в ключах, и проходим сюда, либо так же, проходим сюда, уйдите, вес на нем в ключах, и проходим сюда, либо так же, проходим сюда, Так вам бы очень нравиться, это абсолютно не принципиально. Это первый свип. Опять же, так вот встать нахожусь. Смотрите, здесь у него уязвимая вот эта сторона, куда его свиповать и вот эта. Поскольку опора здесь и опора здесь. Когда он садится на колени, геометрически для него ничего не поменялось. У него также вот эта история защищенная, вот эта история уязвимая. Понимаете, да? Просто мы практически не делаем свип ножницы. А не делаем его почему? Потому что, как и тогда я сказал, если у нас нет вот этого дисбалансирующего фактора, он не работает. Но у нас тут его априори нет. Потому что в этом положении люди на коленях не сидят. Они стоят. Здесь, если он меня выгнал, да, он может сидеть на коленях. Но тогда у нас нет вот этой истории, закрой, или сгиба. Соответственно, и нет никакой возможности сделать ножницы. Потому что, ну, выгнал я ему руку, и что? Оттолкать его, кто сюда будет? Этой ноги тут нету, понимаете? Соответственно, один свип из задной концепции уже отпадает, но у нас есть другой. Я сейчас покажу. Но здесь ситуация чисто в ту сторону. Опять, нам в любом случае нужно заставить его стремиться в ту сторону, как и в истории, когда он стоял. Правильно? Как вы это делаете? Вытащим его к себе, он стремится к себе, и позволяем ему упасть от себя. Дальше. Раз. Между ног. Руки крестом. Смотрите. Руки крестом. Проходим, да. Везем мимо сюда. Время сайт контроля. Как вам больше нравится. Тут уж. Поверх почтения. Поверх почтения. Итак, смотрите. У меня, он направлял меня и мой вверх всю наведу. Теперь мы здесь. Правую ногу застаем. Встаем. Крест-накрест. Дальше. Сюда. Проходим. Проходим. В эту сторону. Мы здесь. Далее. Субтитры подогнал «Симон» 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 Аналогичное действие мы будем использовать сейчас Чтобы накидывать треугольник Но! Чтобы накидывать треугольник, наша правая нога изначально должна быть в спайдере Понятно, да? То есть отсюда мы просто не успеем Поэтому мы здесь в спайдере Все то же самое Раз Посадили его на коллег И закинули треугольник Армбар И треугольник Субтитры подогнал «Симон» Мы здесь Правый бок Череп туши Не тянем на себя Просто левой ногой вдоль бака Вот так Сразу Хоп-хоп Треугольник, армбар Вкратце расскажу Вот это действие Которое я сейчас делал Которое сажает человека С этого положения На колени Сильно изменило мой Вормгард Который у меня Очень Сильно испытывались проблемы Когда заходил в Вормгард И я вроде держал его Все контролировал Мы сейчас вкратце Сделаем тизер На следующую нашу тему Чтобы вы понимали О чем мы будем рассказывать Когда я работал в Вормгард два года назад А вы помните Я уже тогда его работал очень хорошо Суть была в том Что я заходил Брал Перетаскивал сюда Вот оказывается здесь Тут основная проблема Для меня была в том Что человек Этой ногой И защищался от армбара И не давал В общем он этой ногой Больше всего проблем не доставлял Теперь Есть у нас вот это чудо движение Которое сажает человека на колени И все Мы здесь можем И покручиваться Нормально Не оторачивайся Не оторачивайся Ну меня помощь Так же Кручиваться Идти на свит И Все это взрослые люди Затем у нас будут Три обеденные группы Ну Вообще Мы позиционируем Эти обеденные группы Как для людей Которые работают В ближайших местах В бизнес центре Москва-Сити Они будут приезжать на обед Типа потренировались Это будут легкие лайтовые Часовые тренировки Потренировались Что-то Перекусили у нас И поехали обратно на работу Как такой знаете Зожный способ Провести обед Далее у нас будут Три детские группы Это в 4 часа В 5 и в 6 Соответственно с 4 до 8 лет С 8 до 12 И с 12 до 16 лет А потом у нас Соответственно по разному Варьируется по дням недели Но в целом это две женские группы У нас в вторник-четверг Будут в 7 вечера Женские группы Где ну Естественно только Девушки тренируются В понедельник В 7 вечера будет Джиу-джицу для новичков В 8-30 Джиу-джицу для опытных В вторник-четверг Соответственно В 20-30 тоже Джиу-джицу для новичков То есть у нас 5 дней в неделю Джиу-джицу для новичков Так как Ну как по мне Больше всего Нужно в этот спорт Завлекать людей Не концентрироваться на тех Кто уже ходит А привлекать гораздо больше Ну чем больше людей приходят Тем больше людей Собственно говоря Дойдут до старших бойцов И чего-то в этом спорте У них получится Соответственно У нас 3 раза в неделю Для опытных 2 раза в неделю Для девушек И это не связано с тем Что я сексист Но не важно Вот И 3 раза И 5 раз в неделю У нас в джиу-джицу для новичков Естественно в джиу-джицу для новичков Могут ходить как девочки Так и мужчины Ну Могут ходить только те Кто взрослые Дети могут ходить только в детские группы Дети в вечернее время Не должны тренироваться Соответственно Утренние группы для всех Вечерние и для новичков И для опумер Для всех Ну и отдельно мы делаем Как раз потому что мы Уважаем девушек Мы делаем для них Отдельную группу Вторники 4-19-0 Но при этом Девушки могут ходить В общеполовую группу Да? Конечно могут Да У нас ограничения только на мужчин Чтобы они не мешали девушкам Тренироваться в своей собственной тусовке А девушки могут ходить куда угодно А в дальнейшем Когда заполненность клуба Уже не будет позволять мне С Владиком Тренировать все группы Поскольку Ну просто физически не будем Увозить Да мы будем уже нанимать других Ну как нанимать Я буду уже Своих учеников Которые Более опытные Привлекать на эту работу Пока что На начальном этапе Это я Владик 100% 80% Что Артем будет вести Утренние группы Дальше уже посмотрим Как будет все На деле Люди приходят в первую очередь За атмосферой И наверное Все мои люди Все мои ученики Которые у меня занимаются В первую очередь Люди любят меня именно за Атмосферу И за коллектив Который я долго очень сортировал И формировал Поэтому Тут для меня очень важный аспект И является Именно атмосферность Музыка В общем, смотрите нас, следите за анонсами и не пропускайте новые выпуски. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова